Всем привет, друзья! Сегодня вас ждёт новый сезон приключений Сталкера по прозвищу Батон. Батон, ныне уже спартанец, с группой Чистого Неба пробрался к антеннам на базе Монолита и подорвал их. А теперь к нему поступила информация о местонахождении тайника его отца. Чем это всё обернётся? Узнайте прямо сейчас! Хоть по рассказам выжившего бойца Чистого Неба Штербана, ныне уже командира, мой отец погиб при штурме антенн-выжигателя на радаре, всё равно не получается просто смириться. Нужно найти зацепки. Вдруг у него было что-то важное для нас всех. Шер навёл справки. Оказывается, у Бати был человек, с которым они обменивались информацией через схрон. Надо бы туда наведаться, проверить. Сейчас заодно и посмотрим. Осталось ли мне остаться? Потому что аккуратно перед выходом на антенны они встретиться должны были. Успели, не успели, узнаем. Либо посмотрим, либо отец что-то для него оставил, либо он для спартанцев. Так, готовы? Штербан, на базе тогда выдвигаемся. Свет почини! Придут в потёмках, чтобы не наткнулись на ветку. Те анабиотики против пси-излучения. Неплохо так сказались на памяти. Особенно это отразилось на мне. Смутно помню последние две недели. Подрыв в пси-установке рядом с базой монолитовцев. Безуспешный штурм фанатиков долговцами. Далее вообще пелена. Откуда только автомат такой раздобыл с обвесами? Со стареньким калашом же бегал. Ну да ладно. Снаряга сносная, грех жаловаться. Шер пока сталкером ходит. Говорит, так легче с бродягами взаимодействовать. Где слухи новые узнать? Где тропки разведать? Фобос хороший мужик. Нам помогает. Среди группировок, конечно, товарищей лишними не бывают. Но с обычными сталкерами дела вести спокойнее. Ваша задача с никому склеву. Захожу с торца. Есть лазейка безопасная на первый этаж. И осматриваюсь там аккуратно все. Смотрим, с чем поживиться. Я в первой комнате зайти зашел. Пока у этих молитв было. Ушел. Почему-то первый этаж вы скиньте. Смотри, что за. Вы, тело, на базу, мы пошли в схлоп. Фобос, судим я. До недавней поры монолитовцы были тише воды, ниже травы. Зализывали раны. Сейчас снова зашевелились, если верить слухам. Отправляясь на поиски папы, я даже представить не мог о положении дел в зоне. Сначала неизвестный вирус. Потом все антенны. Уйти уже не могу. Потому что дал обещание продолжить дело спартанца. Помогать, чем могу, чистому небу. Здесь они встречались. Ниже, 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 ниже. Держи, блистай, блистай. Проверь. Да. Что такое? Лежит вроде что-то. Пока-пока. Пока-пока. Кто в клубе? Что там у тебя? К выжигателю не ходи. Шаман. Встретимся в клубе. Кошка проводит с соснорком, которая была. Володя. Вот мы в гараже. На самой горе. Вот с этой стороны. Чистое небо. Если вы тут, зайди-ка-то на вазу. Минут через десять зайду. Шаман. Я помню его. Это же сталкер. Кошка проводит. А он, он, слушай, он, конолитовщик отдался. Да? Он уже не шаман, он уже хорон. Нифига себе. Это шаман, что ли, информатор? Карты. Есть у вас, сохранилась. Старая. Непонятно, когда было оставлено данное послание, но раз оно ведет к следующей зацепке, нужно скорее идти в этот клуб. Главное, незаметно проскочить мимо лагеря Монолита. Да и вообще никого по пути не встретить. Нет времени на проблемы. В том районе гуляет сталкерша Кэт. Дитя зоны. Если что, подскажет, как попасть в клуб. Ручной снорк этот ее... Страшное зрелище. Где-то рядом совсем. Даже голоса слышно. Вроде бы виднелись синие комбезы. Наемники здесь, что забыли. Впрочем, плевать. Обойдем. Где-нибудь вот так вот, наверно, просто. У нас очень видно, вот так. Или вот это вот, здание. Да, вот это. Или если есть, то там ниже. Это вот оно, по-моему, с под клуб. Вот. Большие такие окна. Стой, кто идет. А вы кто? Мы... Мы простые сталкеры. Мы друзья зоны. Кэт, не ты случаем? Да. А, я же тебя знаю. Ты к нам на базу заглядывала. Да, тогда у меня снорк был. А сейчас кто? А сейчас, смотрите. Он куда-то залез, и его зона немножечко покосала. Куда ему идти? Я его с собой вожу. Он мирный. Не бойся. Слушай, знаешь такого сталкера, спартанца? Спартанца? Ну, спартанца, спартанца. Я припоминаю, он вот как ты примерно выглядит. Ну, это мой отец. Вы с ним... Это же клуб. Вы с ним здесь должны были встретиться, насколько мне известно. Возможно, давно это было. Я помню, он когда-то давно туда заходил. Так, отлично. Остается проверить это место. Хотя, вероятность найти что-либо маленькое, но и не нулевая. Если отец погиб при штурме антенн, то в клубе он побывал перед операцией. Я еще пошел. Зашел. Прошел. И я не видела, чтобы он заходил. Вот что интересно. Ага. То есть он там остался? Я не знаю. С мамой что-то. Или вышел. Я не знаю, я-то не была. С другого выхода. Мы тоже туда входим, да, Коля? Да. А что случилось с этим сталкером? Так он не рассказывает. Я просто шла, смотрю, сидит бедный, несчастный, весь в крови. Мне его жалко стало. Он ходит. Он ходит и что-то вормочет. Нет, он не мертвый. Он живой. В общем, я ставлю оружие на предохранитель. Мы друг другу друзья. Не трогаем. Договорились? У меня совсем оружия нет. У меня только мой туалет. И все. Если кто-то сделает мне плохо, то зона отомстит. Мне не надо никому плохо делать. Мне просто интересна судьба отца. Вот и все. Это хорошая цель твоего пребывания здесь. Я готов тебе помочь. Можем попробовать открыть дверь. Давай попробуем. Сейчас мы тоже поднимемся. Смотри. Да, нет, смотри, здесь пока дверей. И в какой входил твой отец. Я не видела. Сюда-то сюда. А вот это полое. Но она закрытая. Мам, смотрите, открылось. Заходите. Ты как парень сам? Да пусть нами идет. Это же интересно, наверное. Да я ничего не говорю. Познакомься с отцом твоим. Он хороший человек? Я не знал своего отца. Он пришел в зону, когда я маленьким был. Тут и остался. Я за ним сюда и пришел. А оказалось, как мне уже соклановцы рассказали, он погиб. Может, это было до того, как он погиб. Всякое может быть. Может, и не погиб. Может, соклановцы решили, потому что он не появлялся долго. Может быть. Надо посмотреть. Ладно, была не была. Надеюсь, я тут встречу свою цель, а не смерть. Как только зашли, выход заблокировался, словно невидимой стенкой. Самая подлая ловушка зоны отчуждения. Пространственный пузырь, в который мы угодили. Явление изучено наукой плохо, поскольку из такой аномалии практически никто не выбирался. Легенды про счастливчиков правдивостью не отличаются. Зачем я их в это впутал? По сути, если не выберемся, то вчетвером здесь сгинем. Надо было идти одному. С другой стороны, Кэт говорит, что уже была в такой ситуации. Но ей удалось выбраться. Нас было трое. Вот. Это у моих друзей висело. И они умерли, а я осталась. Я сидела очень-очень-очень долго. В общем, чтобы найти выход, необходимо выполнить определенные условия. Найти что-то или открыть. В таком случае появится выход из пузыря. Внутри отчетливо слышен звук пианино. И он, кажется, доносится из той комнаты. Может, эта зона пытается нам что-то сказать. Придется идти на звук. Если я могу войти, подай мне знак. Ну, была не была. Охренеть. Большое помещение. Повсюду свечи. Я по-разному пытался визуализировать в голове пространственный пузырь. Но ни одна из версий не похожа на это. Около пианино виднейся две фигуры. Ой, хоть бы мне показалось. Не буду туда фонарик направлять. Они при свечах сидят. Я подумала, что лучше не светить. Товарищ полиционер, товарищ полиционер, вы наконец-то за нами пришли? Настя, нас спасут. Настя, товарищ полиционер. Я пока не верю тебя. И тут уже третий день. Сегодня же в адресе заклеивали. Наверное. Мы со счетов сбились. А какой год по-вашему сейчас? Какой? Странный. 1986, конечно. Не хочу вас расстраивать, но сейчас 2010. Да, ты шутишь. Про него может быть. Мы три дня всего-то. А как вы все наступали? Ну, так получилось, что мы здесь застряли. Объявили эвакуацию. Я стала собирать вещи. Не нашла свой комсомольский билет. И я пошла в клуб, потому что недавно мы репетировали. Тут должно быть одно выступление. И наверняка я забыла его где-то здесь. По пути встретила свою подругу, и мы пошли вместе. Вот тут ничего не нашли. Мы не нашли. Возможно, билет в комнате коменданта. А вы пробовали отсюда выбраться вообще? Мы не можем. Все заперто. А где комната коменданта? Вон там, но она тоже заперта. Чертовщина какая-то. Неужели здесь время идет по-другому? Раз для этих девочек 24 года, это всего лишь 3 дня. Надо срочно отсюда выбираться. Кодовый замок. Значит, где-то надо комбинацию цифр найти. Из трех цифр? Угу. А вам тут не попадались трехзначные числа какие-нибудь? Нет. А какой сегодня вы говорите? 29 апреля. 29 апреля. Комсомольский билет мы нашли, открыв дверь в кабинет коменданта. Но не это помогло нам выброса, а застрявшее здесь порождение зоны с большой рукой. К нашему счастью еще разумное. У него оказался артефакт Компас. Так и выбрались. Отец здесь действительно бывал. Ведь я наткнулся на устройство с аудиозаписью. Позже прослушаю, а сейчас на базу. Выкинутый мутантом артефакт, конечно же, подобрали. Если с его помощью можно выбираться из пространственной аномалии, то это очень ценная вещь. Спартанец идет. Вы не представляете, где мы были. И что мы там видели. Сколько времени прошло? Сколько времени прошло с момента нашего похода? Встаньте, я посмотрю. Нормально. Ладно. А какой год? Год тот же, 2010? В временной пузырь попали. Да. Очень интересно. Значит, время в пузыре всегда идет по-разному. Совсем непонятно вот что. Если отец никуда не выходил из клуба, как он выбрался, учитывая нетронутый компас, и как смог принять участие в штурме выжигателя мозгов в чистом небо. Ладно, пойду прослушаю аудиозапись, может она прольет свет на некоторые аспекты. Забавно получилось. Спасался от выжигателя, попал в пузырь. Что такое не везет и как с этим бороться? Да уж. По порядку. Не уверен, что выйду отсюда, и еще больше не уверен, где и когда выйду. Но надежда всегда есть. С Поляком и Штербином пошли взрывать антенны по наводке шамана, проводника в зоне. В последнее время мы с ним довольно плотно работаем, делимся информацией и наработками по исполнителю желаний, скрытым лабораториям о сознании, фанатиков монолита и тому подобное, происходящее в зоне сейчас и произошедшее до и после взрыва. Шаман со своим убеждением, что зона живое, разумное, если не существо, то сущность, совсем крыша поехала, пытается склонить меня к мысли, что с зоной ее порождениям, исполнителем желаний, можно и нужно сосуществовать в единении. И что для этого нужно просто явиться монолиту, открыв свои помыслы, душу, чакры, блять. В общем, я даже не пытался его переубедить, так как от него мне нужна была только информация. А как и где он ее берет, меня не интересовало. А информация более чем ценная. Такое в документах не прочитаешь. Нас же интересовало одно – научное объяснение происходящего в глубине сектора. Фанатики активизировались. Недавно на болотах появились антенны, и даже прошли первые пробные пуски пси-излучений. Явно система охраны периметра, основанная на пси-поле вокруг антенн. Но охраны чего? В этом еще предстоит разобраться. От шамана узнал, что на территории сектора есть постоянное аномальное пятно, излучающее пси-энергию. В этом месте чаще других встречали фанатиков монолита. Находится оно в энергетическом помещении старого кинотеатра. Дверь закрыта. А пси-поле такой мощности, что без специальной защиты не подойти. Периодически фанатики доставляют туда какое-то оборудование, а спустя некоторое время забирают его. Еще одна загадка, с которой предстоит разобраться. Явно существует связь между активизацией фанатиков, этим кинотеатром и барьером. Когда подошли к антеннам, и Штербин начал готовить взрывное устройство, шарахнуло писье излучением так, что искры из глаз. Поляк сразу поплыл. Ближе всех оказался к головке излучателя антенны. Штербин отключился, а у меня кровь хлынула из всех щелей. Отполз под какие-то развалины. А потом поперли зомбированные. Первым рядом со мной оказался поляк. Точнее, то, что от него осталось. Пришлось пристрелить, чтобы не мучился. Перекошенная гнилая рожа какого-то военного сталкера, оказавшийся на расстоянии вынесетой руки, спасла меня. Не удержался. Выстрел только жижи с гнилыми зубами по кустам разлетелись. А потом я побежал. Сколько и в каком направлении, уже не вспомню. Страх и пси-удар, значит, это вычистили память. Вот оказался здесь. Так заговорился. Судя по обстановке, оказался во времени предшествующем аварии на ЧАЭС или сразу после самого ЧП. Так называемые местные жительницы вернулись сюда во время общей эвакуации, чтобы найти документы одной из них. Но так и остались в этом времени и месте. Пузырь захлопнулся. Я и сам иногда замечаю, как сюда заходят то сталкеры, то монстры, и все они спустя время исчезают. Видимо, растворяются во времени и пространстве. Не уверен, где и когда нахожусь я сейчас. Но оставляю запись на радиочастоте эвакуации. Предполагаю, что время застынет, и запись будет звучать бесконечно или пока пузырь существует. Увидеть разрывы в аномалии можно одним известным мне способом, применив артефакт Компас. С вероятностью 1 к миллиону Компас может оказаться в пузыре. С такой же вероятностью рядом с ним может оказаться разумный человек, способный им воспользоваться. Есть еще версия. Непрерывный поиск разрыва путем обследования пузыря изнутри. Проще говоря, непрерывно ходить по нему, вдруг наткнешься на выход. Блин, боюсь предположить, какова вероятность наступления такого события. Но лучше пробовать, чем сидеть без дела и сходить с ума. На местных жительниц не рассчитываю. Они во мне видят ни то милиционера, ни то пожарного, но явно ни сталкера и ни техника чистого неба спартанца. Не думаю, что вариант с Компасом к ним применим. Все, времени ждет, хотя и не торопится. Свой шанс составить сообщение я использовал, теперь на поиске. Удачи тебе, слушающий мое сообщение. Надеюсь, и ты спасешься. Так значит, ты не погиб тогда. Штербану показалось. Ты нашел разлом без Компаса. Но куда? А главное, в какой промежуток времени тебя выбросило? Вопрос. Получается, поиски продолжаются. Еще не все потеряно. Ладно, будем решать задачи по мере их поступления. Нужно доложиться командиру. Я нашел диктофон с записью своего отца. Ты слушал ее? Да. В кинотеатре около того места, где мы были, около базы Монолита, какое-то излучение, и туда Монолитовцы постоянно что-то ходят. А вообще, мы с Фобосом угодили в пространственную аномалию, из которой выбрались благодаря артефакту Компас. Он у тебя, да? Да, он у меня. Все. Что у вас тут происходило вообще? Ебать. Правосос пришел, мы его убили. А за ним пришел контролер с зомбиами. Хочу какой-то сталкер. Дай ему. По твою душу. Говорю, что ему нужен компас. Какой сталкер приходил? Да, вспомнит моего имя. Толстенький такой. Сказал, что вы с ним гуляли до того, как ты к нам пришел. Не Зайц? Зайцу, сталкеру из группы Лучника, зачем-то понадобился артефакт Компас. Очень интересно, зачем. Встречу поинтересуюсь. Это пока второстепенное. Кольцо с Шером непонятно где. Возможно, пошли на разведку к базе фанатиков. Нужно решать, что делать с кинотеатром и пси-излучением внутри. По пути в клуб мы почувствовали головную боль. Вряд ли это совпадение. Ладно. В любом случае, если вы говорите, что там есть излучение, нам нужен либо пси-шлем, либо анабиотик. Пятно. Там какой-то, ну, пси-пятно. Либо анабиотик, либо пси-шлем. Это значит, что ваша дорога лежит в науке у вас двоих. Но у меня есть то, с чем вы сможете зайти в науку. Я помню, когда в прошлый раз мы эти анабиотики сожрали, я потом неделю отходил. А шлем, куда мы дели? Какой шлем? Пси? Да. То есть, мне наемники интересуются эти шлемы. Я думаю, что ученым будет это очень интересно. И, возможно, у них здесь будет и все шлемы, и анабиотики. Попробуйте выменить. Надо собраться, в общем, и сходить. Сходить. Если ученые не переехали в другое место, то я знаю дорогу. В противном случае, будем надеяться, что прохожие подскажут. Или в баре узнаем. Так, что солнышко вооружено, готов. Я тоже зарядился. Тебе клюв в бар надо? Я с вами пойду. В бар и кандучонок. Найти бы их еще. Надеюсь, все нормально будет. Сколько энергетиков стоит? Я могу вам дать немножко денег. У меня с собой арт есть, чтобы... Давай мы сначала проверим, а потом, если что, по утру... Да. Так сказать, на всю группировку. Как тебе план? Хороший план, надежный. Вот я тоже так думаю, что заебись. Все? Да, я тоже. Если что, Ксюха. Да. Все. Что вам здесь не то есть? Куда учебывать? Ну, давай сначала до бара, а там, короче, разберемся. Исполнитель желаний. Ходят о нем самые разные легенды. Ладно, батон, не бери в голову. Пора в путь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии с приключениями чистонебовца-спартанца. А также ставьте лайки и делитесь данным роликом со своими друзьями. А пока можете посмотреть другие интересные выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok